Друзья, всем привет! Знали бы вы, как я давно не снимала влоги. Ну что, в моей жизни произошло очень много изменений. Я стала мамой, собственно, и сейчас я иду с коляской, гуляю в лесу. Мы вот только зашли в лес. Сегодня будет первый влог спустя не знаю даже какой период. Я не снимала влоги уже очень давно, наверное, больше чем полгода точно, если еще не больше. Вот, сегодня мы с вами будем проводить довольно-таки активный день. Малышу моему два месяца уже, и знаете, у меня очень много эмоций по этому поводу. Наверное, я как-нибудь с вами отдельно поделюсь. В общем, мне сейчас максимально непривычно снимать ролик, как будто я в первый раз. Вот, сегодняшний день будет довольно-таки насыщен тем, что я поеду на презентацию. Я на презентациях не была уже, наверное, больше, ну, не больше года, точно больше года не была, в общем, как ковид начался. Вот эта вся ерунда началась, в общем-то, с того периода и не была. Я была на онлайн-презентациях, вот, а так больше никуда не ездила. Поэтому сегодня такой значимый для меня день, и к чему я сказала, что малышу два месяца, к тому, что до этого у меня не было внутри ощущения того, что я могу его оставить. Сегодня я его оставлю с папочкой, он с ним побудет несколько часов. Я съездлю на презентацию, хочу еще заехать, купить себе небольшой подарочек. Вот, ну, вы это все увидите, собственно, так что предлагаю провести этот день со мной. Я так соскучилась по вам, честно говоря. У меня есть несмонтированные видео про беременность, про второй-третий триместр и про роды. А еще есть видео, когда мы ездили в роддом заключать контракт и когда ездили в магазин для того, чтобы выбрать коляску, кроватку, ну, в общем, все такое. Я постараюсь смонтировать те ролики в ближайшее время, но, скорее всего, этот влог выйдет раньше, а потом уже эти видео, потому что мне хочется, чтобы те видео, которые я снимаю сейчас, не копились, а чтобы я их выкладывала в моменте, скажем так. Ну, по возможности, конечно. Вот, и еще я очень буду стараться выкладывать ролики хотя бы раз в неделю. Знаете, вот, когда скажешь, да, что хочешь что-то делать, да, какое-то свое намерение, то, ну, скажем так, даешь свое слово, да, то приходится стараться это все выполнять. Конечно, опять же, по возможности, потому что с маленьким ребенком далеко не всегда есть время все это делать, но, в общем, я буду очень стараться раз в неделю хотя бы выкладывать ролик и не пропадать. Знаете, я столкнулась с такой вещью, что на втором канале мне начали писать какие-то негативные комментарии по поводу моего внешнего вида, и у меня встает вопрос, все ли девушки очень хорошо выглядят после родов. Я из-за этого, честно говоря, очень сильно переживаю, и когда мне пишут что-то такое, то мне становится грустно, потому что я прекрасно понимаю, что я сейчас выгляжу далеко не так, как выглядела до беременности, до родов. Но, извините, это как бы такой довольно-таки сложный процесс, вот, и сейчас я начинаю заниматься своим восстановлением, об этом я, кстати, тоже буду рассказывать на канале. Напишите в комментариях, если вам интересно будет это узнать. Вот, что еще хотела сказать? А, ну и те, кто будут мне писать всякие гадости, буду блокировать. То есть я в свой адрес ничего подобного терпеть не буду, потому что никто не дает права меня оскорблять. Вот, то, что мне не нравится, я буду все удалять и блокировать. Так что без обид, давайте друг друга уважать. А еще, я как обычно, в общем, я прихожу в лес и начинаю прорывать, надо поболтать. Но, слушайте, мне кажется, что, учитывая, сколько я с вами не общалась, мне это вообще вполне простительно. Поэтому еще хотела с вами поделиться, что очень скоро я запускаю свой марафон про женское состояние, про исполнение желаний. Кто хочет, присоединяйтесь, начало марафона будет бесплатно в моей группе в Телеграме. Я ссылку оставлю. Та информация, которая там будет, она реально крутая. Вот, и просто мне хочется ей с вами делиться, потому что я сейчас нахожусь в таком максимально наполненном состоянии. И у меня были периоды в жизни, да, вот, предыдущий год был для меня очень сложный, потому что ушла из жизни моя бабушка, и у меня прям была реальная депрессия. Вот, и, возможно, я вам еще расскажу некоторые моменты, связанные с малышом. Вот, но это было еще ранее, то есть тоже из-за этого переживала. Это чисто такие, знаете, чисто женские такие переживалки. Вот, ну, в общем, были периоды, когда я была не в ресурсе, и я думаю, это можно даже отследить по моему каналу, да, когда я много очень пропадала, и ролики были такие, ну, не всегда наполненные, да. Потому что был момент, когда вы мне писали, что я прям очень заряжаю энергией, а потом это раз, и все куда-то ушло. И вот сейчас я прям чувствую, что вот эта моя сумасшедшая энергия, она опять возвращается, и я понимаю, что на марафоне, помимо того, что как бы там будет очень мощная информация, там еще и будет моя энергия. Потому что очень часто, когда мы, поперх нос, очень часто, когда мы идем на какие-то марафоны, курсы, то мы идем, скажем так, на человека, на его энергию. То что ж такое-то, блин, и ту разговариваю поперх нос. В общем, идем на человека, на его энергию, и именно это нас и заряжает. Вот, и сейчас я как раз чувствую прям, знаете, как будто у меня ключ какой-то из меня бьет той самой энергией, которой я очень хотела бы поделиться. Вот. А, еще я вам не рассказала. Я теперь состою в Европейской ассоциации коучей. Я прошла обучение, то есть помимо того, что у меня мое второе высшее образование – это психолог, так я теперь еще и коуч. Вот. Так что можете меня поздравить, да еще и состою в Европейской ассоциации. Вот. И еще я теперь новоиспеченная мамулечка. В общем, куча разных крутых таких вот вещей в моей жизни произошло. И постараюсь теперь не пропадать с ютуба, постоянно буду стараться снимать ролики. Я для себя в лесу нашла вот такую площадку замечательную. Пока была беременна, вот погуляла, вот там вот постоянно. Сейчас я туда с коляской уже особо-то не зайду, поэтому хожу на вот эту площадку. Тут мало народу, сейчас вообще никого нет, как вы видите. И сажусь на лавочку, которая на солнышке. Сижу, получаю витамин D и параллельно изучаю. А изучаю я психологию. У меня, видите, там тетрадки. Там вон еще все лежит. Набрала с собой столько всего, потому что когда проходила лекции, вернее слушала лекции, то все записывала. И для того, чтобы полученная информация, скажем так, более глубоко засела в голове, я это все перечитываю периодически. А, кстати, я же вам не говорила. В общем, помимо того, что я отучилась на коуча, я сейчас еще и прихожу повышение квалификации по психологии. Вот, так что у меня прям постоянно какой-то процесс обучения идет. И я считаю, что... Малыш просыпается, громко говорю. Вот, и в общем я считаю, что когда человек учится, то он растет именно в этот момент. То есть каждый раз, когда мы узнаем что-то новое, нас это заряжает, нас это подталкивает на какие-то новые свершения. И когда мы, как сосуд, наполняемся знаниями, в какой-то момент мы готовы делиться этими знаниями. Вот, собственно, чем я на ближайшее время и буду заниматься. Вот, пока мое чудо спит, сейчас посижу на этой лавочке, почитаю. Блин, как назло. Только сюда пришла, и там, короче, народ тоже пришел. Надеюсь, они будут с ими не разбудят Макса. Я с собой, кстати, еще взяла на прогулку тушь. У меня такая новая тушь от Сислы появилась. У нее удобная кисточка небольшая. Я не очень люблю большие кисточки. Карандаш для бровей взяла от Be Spatial. Мне нравится он тем, что довольно-таки тонкий, легко выкручивается. То есть можно прорисовывать волоски, это удобно. И стрелки рисовала себе карандашом от бренда Baxxon. Он коричневого цвета, такой немножко с блестками. У него номер... А, не номер, а называется Come Over цвет. Вот. Я взяла на прогулку с собой все эти продукты для того, чтобы накрасить глаза. Потому что дома, скорее всего, я сейчас вот домой приду и буду не успевать собраться. А тон нанести румяна и все остальное занимает намного меньше времени. Вот. Посчитала, что на улице лицо красить именно вот, наносить тон. Наверное, не совсем гигиенично. Не знаю, почему у меня такие мысли были. В общем, накрасила только глаза. Домой приду и накрасу все остальное. И взяла вот такой бронзер с собой. Просто в качестве изекала. Но вообще на данный момент это мой любимый бронзер. Он называется Solar Glow номер 20 цент. Вот такой вот. Он, во-первых, пахнет вкусно. Во-вторых, на лице не рыжит. Смотрится очень естественно. Вот. Все остальное постараюсь сделать дома. Надеюсь, что успею собраться. Я просто договорилась еще встретиться со своей подружкой. Раз уж меня муж отпускает, то мы с ней немножко заранее перед презентацией встретимся. Поболтаем. Плюс, как я уже сказала, хочу подарок себе кое-какую купить. Вот. Но когда уже буду покупать его, тогда вам расскажу, почему именно это. Пусть это будет такой небольшой инфейк. Ну все, друзья. Еду на презентацию, словно в первый раз. В общем, такой у меня сегодня образ. Если будет где-нибудь зеркало, я вам более подробно покажу. Мне кажется, на ходу это не сильно удобно. Кстати, знаете, у меня какая-то такая ерунда. Во время беременности я очень медленно ходила. Потому что у меня болели связки в районе паха. И сейчас у меня они до сих пор не восстановились. То есть я не могу нормально, полноценно быстро ходить. То есть я стараюсь, но просто физически не получается. У кого-то, может быть, такое было, напишите в комментариях. Если у вас такое было, то что вы с этим делали? Потому что я себя чувствую из-за этого кушать. А еще я не ездила на метро. Тоже уже не знаю, сколько времени. Но сейчас ехать как бы в центр на машине это вообще самоубийство. Поэтому привет общественному транспорту. Ой! Проблема, короче, каблуков и решеток вечные. Девчонки, я встретилась с Валей. И она сейчас поможет мне снять образ мой, чтобы вы посмотрели, как я сегодня выгляжу. Кстати, Валя тоже очень оригинально оделась. Давай расскажем, в чем... Не, ну мне нравится, как ты выглядишь. Расскажи, что у тебя. Я не люблю, но ее не видно. Давай сейчас камеру переверну. У меня еще должен быть берет. В общем, берет. Юбка. Да, либо похожее. Юбка с завышенной Далией, босоножки. Я вообще люблю такие бежевые тона. На мне туджак Zara. Платье, честно говоря, даже не помню. А, топ-топ, по-моему. Ремень Dior. Сумка Louis. Суточки, ну, бренд, какой-то шумбум из Инстаграма. Вот. Пишите, как вам мой образ. Мы пришли в Бум и сейчас направляемся в Тиффани. Это как раз-таки будет та самая покупка, про которую я говорила вам в лесу. У меня всегда было желание сделать себе такой подарок на рождение малыша. Если бы у меня родилась дочка, то я бы купила себе браслет с розовым сердечком. Так как у меня родился сын, я хочу купить себе браслет с сердечком их фирменного цвета, брендового цвета. Вот. Так что, я надеюсь, будет браслет на любой размер. Но я вроде смотрела на сайте, он там был. Напишите мне в комментариях, делали ли вы себе какие-то подарки, когда у вас кто-то рождался. Смочи, мне кажется, что себя нужно обязательно хвалить, благодарить, тем более за такие, хотя сталь подвиги. Не, ну в какой-то степени, в какой-то степени да, потому что все-таки детки даются нам всем не очень-то легко. Особенно женщинам достается по полной. Вот. Блин, капец, маски тяжело идти разговаривать долго. А я чего не буду делать? А чего это без маски? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. На самом деле, из-за того, что я очень давно никуда не ездила, мне прям как-то даже немножко дико и непривычно. То есть как-то все очень шумно, много людей. И даже не знаю. С одной стороны, я скучала по всяким поездкам. А с другой стороны, я понимаю, что, наверное, мне более комфортно, когда поменьше людей все-таки. Диорчик, Диорчик. Мы сегодня как раз идем на презентацию Диор. Так не видно. Вот так снять. Вот это мне больше всего нравится. Ну, оно интересно смотрится, да, точно. Ну, аккуратно, сколько такое. Как будто сразу несколько колечек. Это еще популярное. Красивое колечко, но оно такое довольно-таки массивное. Как будто несколько? Да. А можно вот это с ними? Ну, вот это вот очень понравилось. Или, в принципе, приехать до вас. Еще раз покажу вам свой полный образ. Пишите, как вам в комментариях. Здравствуйте. Будем смотреть тут теперь. Розовый цвет тихоня. Ну, слушай, если он не девочка, потом растится. Приду за розовым. А пока, наверное, на этом остановлюсь. Еще мне понравилось вот такое колечко. Белый золот и бриллиант. Белый золот и бриллиант. Ну, собственно. В итоге я решила все-таки взять браслет, как хотела изначально, а не кольца пятер. Кольца, возможно, позже куплен. Просто для меня это именно символ того, что вот у меня родился сыночек. Я хотела именно этот браслет, никакой другой, именно этот. Вот, так что сделала то, что хотела. Месяцы сбываются, как говорится. И малыш появился, и браслетик, и... Ой, короче. Помните то, что я вам говорила, да? Я сейчас нахожусь прям максимально в потоке. Это вот то состояние, которое мне очень хочется с вами делиться. Так что присоединяйтесь ко мне на марафон. Девчонки, смотрите, какое красивое небо. А еще мы сейчас проходили мимо корнера Dior, и мне очень понравился вот этот аромат ванила, что-то там. Ну, я думаю, что вы, если будете в корнере, то поймете, что это за аромат. Он там один так называется. Вот. Такая красота. Еще, мне кажется, я сегодня эти туфли просто шатану в конец, потому что тут брусчатка. У меня периодически каблучок проваливает. Презентация будет нового аромата. А какого, я покажу вам уже на месте. Красота. Ну, неужели? Я приехала на презентацию, да и вообще куда-то выбралась. Ну что, друзья, в общем, мы, собственно, на мероприятии, я думаю, вы уже поняли аромата Miss Dior. Находимся в таком потрясающем месте с шикарнейшим видом на центр. Может быть, кто-то из вас помнит, у меня тут были новогодние съемки. но летом вид намного красивей. Да ты кормящая мать дома. Твой выбор, коктейль, нет, есть смузи с бодановым молоком и семинаром мяче, а не вот это вот все. Ну и ничего. Мне, в принципе, без разницы. И так хорошо. Если что, это безалкогольная, но очень красивая. Специально для меня сделали с сиропом из алоэ и что-то там еще. Смотрите, какие цветочки красивые. Сейчас нам сделают букетик. Очень приятно. В общем, нам стало немножко прохладно, и мы зашли в Аббуты. Заказали чай. Сейчас будем плеться, и ждем, когда начнется презентация. У меня, к сожалению, ограничено время, поэтому штуку презентацию. Потом убегу домой на носу. Но все равно я очень рада, что вылазку удалась после такого долгого перерыва. Ну, а как это все называть? Был оток сверху воздуха. Внимание на экран. И выражена она непосредственно в самом флаконе. Помимо этого, как вы видели в ролике, было представлено платье от Кутюр, которое можно купить. Его носила Натали Портман. Шито оно было специально под запуск. Сейчас мы с вами посмотрим небольшой ролик. Он будет на итальянском языке. Я думаю, вы соскучились по этой речи. Роман просто потрясающий. Натали Портман просто показать, да не могу снимать параллельно. Рассказывать шикарный роман. Очень женственный, да и не по-другому. Очень женственный мяч, и при этом свежий, красающий и сладенький. Итак, наши девчонки, вот я и дома. Очень рада, что съездила на презентацию. Платье немножко на плечи надавил. Видите, следы какие. Потому что молоко пришло, грудь увеличилась. И знаете, наверное, я отношусь к малой группе людей, которым не нравится большая грудь. То есть вот у меня сейчас она явно увеличилась. Очень-очень. И мне от этого не сильно комфортно. То есть мне вполне нравился мой второй размер. И надеюсь, что когда прекращу кормить, грудь вернется в прежнюю форму. Ну, лично мне бы этого очень хотелось. Напишите в комментариях, как вы вообще к этому относитесь. Но я рада, что потихоньку начинаю вылезать в свою старую одежду. Потому что, в принципе, я люблю свой гардероб. И сейчас я начала больше топить, скажем так, за то, чтобы покупать вещи. Не постоянно, да. То есть не то, что типа стало модно. Ты сразу бежишь и ты покупаешь. А какие-то более универсальные, более классические, которые сочетаются между собой. И мне кажется, так ты выглядишь всегда стильно, всегда модно. Потому что классика, она и есть классика. Вот. И, собственно, просто их можно разбавлять какими-то более яркими акцентами. Может быть, как раз какими-то маленькими, там, не знаю. Вернее, не маленькими, а там, каком-нибудь одной вещью трендовой. Вот. Как вы думаете по этому поводу, тоже пишите в комментариях. Но я буду с вами прощаться. Потому что день прям действительно для меня был такой сумасшедший по сравнению с предыдущим периодом жизни. Вот. Буду сейчас переодеваться, смывать макияж, отдыхать. Вот. Ну и всех целую. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Там я начну свой марафон. И пока-пока.